Асветол участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, синтезе стероидных гормонов, повышает сопротивляемость организма, уменьшает сосудистую проницаемость, снижает потребность в витаминах В1, В2, А, Е, фолиевой кислоте, пантотеновой кислоте, Удовлетворяет повышенные потребности организма витамина С при заболеваниях, сопровождающихся лихорадкой Показания Препарат применяется для профилактики и лечения гипо- и авитаминоза витамина С В качестве вспомогательного средства при следующих заболеваниях Геморрагический диатез, носовые, маточные, легочные и другие кровотечения, в том числе вызванные лучевой болезнью Передозировка антикоагулянтов, вяло заживающие раны и переломы костей Дистрофии Повышенные физические и умственные нагрузки В период выздоровления после тяжелых длительных заболеваний Способ применения и дозы Препарат принимают внутрь, после еды Таблетку следует разжевать и запить небольшим количеством воды Для профилактики Взрослым по 200 мг, одна таблетка в сутки В лечебных целях взрослым по 1-2 таблетки, 1-2 раза в сутки Максимальная лечебная доза 1 г в сутки Противопоказания Повышенная чувствительность к компонентам препарата Тромбофлебиты Склонность к тромбозам Сахарный диабет Почечно-каменная болезнь Детский возраст Применение при беременности и кормлении грудью Минимальная ежедневная потребность в аскорбиновой кислоте во втором-третьем триместрах беременности Около 60 мг Минимальная ежедневная потребность в период грудного вскармливания 80 мг Диета матери, содержащая адекватное количество аскорбиновой кислоты, достаточно для профилактики дефицита витамина С у грудного ребенка Рекомендуется не превышать кормящей матерью максимум ежемесячной потребности в аскорбиновой кислоте Особые указания В связи со стимулирующим действием аскорбиновой кислоте на синтез кортикостероидных гормонов необходимо следить за функцией надпочечников и артериальным давлением При длительном применении больших доз возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, поэтому в процессе лечения ее необходимо регулярно контролировать У пациентов с повышенным содержанием железа в организме следует применять аскорбиновую кислоту в минимальных дозах Назначение аскорбиновой кислоты пациентам с быстропрофилирующими и интенсивно метастазирующими опухолями может усугубить течение процесса Аскорбиновая кислота, как восстановитель, может искажать результаты различных лабораторных тестов Применение препарата в соответствии с инструкцией не оказывает негативного влияния на психомоторные функции, связанные с вождением автомобиля или управлением машинами и механизмами При длительном применении препарата в высоких дозах возможно проявление таких побочных эффектов, как головная боль, повышение возбудимости центральной нервной системы Повышение артериального давления В таком случае необходимо соблюдать осторожность при управлении автотранспортными средствами и механизмами, требующими концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций Побочные действия Со стороны центральной нервной системы Головная боль Чувство усталости При длительном применении больших доз Повышение возбудимости центральной нервной системы Нарушение сна Со стороны пищеварительной системы Раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта Тошнота Рвота Диарея Спазмы желудка Со стороны эндокринной системы Угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы Гипергликемии Глюкозурия Со стороны мочеводелительной системы При применении в высоких дозах гиперксалутурии и образование мочевых камней из кальция оксалата Со стороны сердечно-сосудистой системы Тромбоз При применении в высоких дозах повышение артериального давления Миокардиодистрофия Возможны аллергические реакции Кожная сыпь Редко анафилактический шок Условия хранения и срок годности Хранить в сухом, защищенном от света месте При температуре не выше 25 градусов Срок годности 3 года Редактор субтитров А.Семкин